В этом году исполняется 15 лет с момента вступления Латвии в Евросоюз. Скажите, что тогда во время подготовки этого процесса было самым сложным? Для меня самым сложным был момент, когда я только стала президентом. Я получила сообщение, что Европейский Союз, хоть и с большой осторожностью, но начинает большое расширение. Были выдвинуты очень строгие требования тем, кто хочет вступить в ЕС. Одно из требований было связано с положением национальных меньшинств. В Латвии только что произошли изменения в законе о языке. Из Брюсселя поступила критика этого закона. В то время у президента было 7 дней на то, чтобы вернуть закон обратно в парламент, если президент был не готов его подписать. Для меня это была очень напряженная ситуация. Я только-только вступила в должность. У меня еще не было своей команды. Я понимала, что это очень важное решение. Этот закон надо отправлять обратно в Сейм. Его надо исправить. И я в этот момент могу стать очень непопулярным президентом. К тому моменту прошло 8 месяцев, как я репатриировалась в Латвию. И я, как директора Латвийского института, следила за всеми дебатами по поводу этого закона. Юристы мне помогли все правильно сформулировать. Но моим первым заданием было, рискуя своей популярностью, учесть требования Евросоюза, которые нам все равно пришлось бы выполнить, если мы хотим не остаться за бортом. А этого я точно не хотела, чтобы Латвия осталась за бортом Европы. Тогда для меня Евросоюз был очень успешным проектом. Если бы ЕС расширился, принял наших соседей, а мы бы смотрели на все это со стороны, мне это казалось ужасным. Сама мысль, что мы могли бы отстать. Вы сказали, Евросоюз был успешным проектом. Сейчас ваше отношение к ЕС изменилось? Евросоюз тогда мы воспринимали как нечто абсолютно идеальное. Ничего подобного в мире не было и нет. Есть федерации, конфедерации, альянсы и прочее. Но такая умная, как Евросоюз, это что-то новое и уникальное. Для меня лично ЕС как проект всегда был близок, потому что в своем детстве я видела разрушенную Европу, какой она была. Видела проигравшую войну и уничтоженную Германию, какой она была. И как потом, спустя 25 лет, благодаря новому мышлению, выглядела Европа, когда я вернулась туда из Канады. Я увидела, как прогрессировала Европа. То есть у меня был личный опыт. Я видела Европу до и после Евросоюза. И тут было нечего сравнивать. Я видела, какой была Европа за железным занавесом в Латвии и какой она на Западе. Это была огромная разница. Мое самое заветное желание было, чтобы Латвия стала частью этого проекта. Что, на Ваш взгляд, Латвия получила за эти 15 лет от ЕС? Латвия собралась силами, провела очень много болезненных реформ. Даже тогда, когда в народе не было большой поддержки. Были сомнения, были дебаты, были споры. Был политический интерес нас остановить. Были силы, которые пытались затормозить наше движение в Европу. Сейчас мы видим, например, сравнивая ситуацию в Украине сегодня и ситуацию в Латвии. Мне с самого начала было страшно, что нечто подобное может произойти и у нас. Меня очень пугала мысль, что может случиться с Латвией, если она не станет частью европейского проекта. Ведь этот проект начался сразу после войны, с идеей о том, что хватит проливать кровь на этом маленьком континенте за ресурсы и территории. Можно все объединить и развиваться всем вместе. Это была главная мысль. После 50 лет коммунизма Латвия была настолько отсталой. Будем честны, вся Восточная Европа сильно отстала от Западной Европы. Я видела это как возможность акселерации. После 50 лет стагнации, изоляции, страха, когда человек не может говорить то, что думает. Это сейчас мы можем кричать в ответ, если Брюссель что-то решил. Но знаете, было время, когда в сторону Москвы никакие крики не допускались. Проект Евросоюза мне идеологически казался очень привлекательным. И так я его воспринимаю до сих пор. Тогда нам казалось, что мы быстро наверстаем упущенное. Но это было невозможно. 50 лет – это 50 лет. Мы до сих пор отстаем от первых шести стран ЕС. Но меня больше беспокоит то, что мы отстаем и от тех, с кем вместе двигались вперед. Когда-то мы могли соревноваться с эстонцами и литовцами, но сейчас мы отстаем. И этому нет оправдания. Что вы думаете о дальнейшем расширении ЕС, о присоединении Грузии, Украины и других стран? Одни страны хотят этого, а другие – не очень. Например, Сербия, насколько я понимаю, чувствует такую духовную связь с Россией, что если бы у нее была возможность, она бы стала частью России. А Украина, на мой взгляд, это пример того, как страна не была готова приложить усилия, как говорится, сжать зубы и идти в сторону Западной Европы. В свое время на саммите в Ялте у меня был разговор с президентом Кучмой, и он мне прямо сказал, мы находимся тут, посередине, и мы настолько тесно связаны с Москвой, и мы не можем резко перерезать эту связь. Да, мы будем медленно двигаться в сторону Запада, понимаем, что это будущее. А дружба с Россией есть своя польза – торговля, нефть и газ. Они продают нам дешевле, мы продаем дороже, мы зарабатываем. Хотя, конечно, там в основном украинские олигархи зарабатывают. По сути, их подкупали этим, этой экономической выгодой. Пусть простят меня мои друзья украинцы, но мне кажется, отчасти они продали свою душу за этот газ. В Латвии, к счастью, не было таких соблазнов. Мы просто сжали зубы и гребли вперед изо всех сил. Слава Богу, что мы это сделали. Представляете, где бы мы были сейчас, случить все по-другому? У меня волосы стоят дыбом от одной мысли об этом. А что насчет Брэкзит? Есть страна, которая хочет выйти из Евросоюза. Как вы думаете, примеру Великобритании могут последовать и другие страны? В любой момент могут последовать. В Латвии нужно было провести референдум, чтобы стать частью Евросоюза. В то время я ездила по всей стране и рассказывала жителям о том, что это замечательный союз. Это такой клуб, в который все хотят вступить. Знаете, про брак говорят. Те, кто еще не вступил, мечтают об этом. А те, кто вступил, мечтают его расторгнуть. А из этого клуба никто не хочет выйти. Но теперь так уже нельзя говорить про Евросоюз. Но ведь, по сути, это добровольная модель сотрудничества разных стран. И если в какой-то момент страна решила, что хочет вернуть независимость, честь, славу и величие времен королевы Виктории, когда Англия была огромной империей, и если страна считает, что Европа только зажимает этот процесс и тянет назад, бог с ними, хорошо. Хотя французы, например, часто жаловались, что британцы сами тормозили многие проекты сотрудничества. Ну да, в любой момент из союза можно выйти. Это не тюрьма. И я еще раз хочу подчеркнуть это. Евросоюз – не тюрьма народов. Не обязательно вечно быть в этом союзе. Есть 50-я статья. Если кто-то решил, что в одиночку будет лучше, можно уйти. Ради бога. Скоро выборы в Европарламент. В этом году, в том числе в Латвии, предвыборная кампания очень активна. Раньше такого не было. И есть определенные опасения, что на выборы могут повлиять извне, как это было на выборах президента США в 2016 году или во время референдума по Брэкзит. Возможно ли попытка повлиять на выборы сейчас? Повлиять можно всегда, и люди, к сожалению, легко поддаются влиянию. Но мой ответ один. Дорогие сограждане, это будет красивый майский день. Подумайте о красивом будущем для Латвии. Не оставайтесь в стороне, пока другие сидят в Брюсселе и принимают решения о нашем будущем. Число наших депутатов пропорционально количеству жителей. До этого момента они очень активно работали. Может быть, не всегда в правильном направлении, но это демократия. И я должна сказать, что никто за нас ничего не решит. Мы сами должны выполнять свой гражданский долг и голосовать за депутатов, которые готовы в Европарламенте представлять Латвию и интересы Латвии, а не чьи-то еще. Продолжение следует...